Демократия Впереди нас ждет не только опосредованная или представительная демократия, но и непосредственная или прямая демократия, которая ведет к тому, что люди путем моментального волеизъявления могут показать, чего они хотят, добиться конкретных результатов. Была принята новая Конституция Российской Федерации. Нам с вами вручили новые печати, новые паспорта. Советские паспорта были заменены на новые российские. Конституция Российской Федерации после ее опубликования и принятия вступила в полную законную силу. Но вручая нам паспорта нового образца, что мы граждане Российской Федерации, почему-то никакие структуры власти, и я не осуждаю, я просто констатирую де юре де факто, что нас, граждане, не поставили в известность о том, что правовая основа государства поменялась. И мы с вами стали не просто гражданами, которые в данный момент имеют право доверять каким-то органам, решать наши социальные вопросы или обеспечивать нашу безопасность. У нас у граждан появились колоссальные права и возможности для того, чтобы непосредственно наше волеизъявление было законом той территории, где мы с вами проживаем. О чем идет речь? Речь идет о том, что была принята статья 3 Конституции Российской Федерации, которая говорит о следующем, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Все 15 лет нас с вами очень добросовестно обучали, как управлять страной через органы государственной власти. Нас научили выбирать президента, нас научили выбирать государственную власть. Субтитры создавал DimaTorzok Все современные средства коммуникации, тот же самый интернет, на мой взгляд, создают совершенно новые условия для развития демократии и в России, и в других странах мира. Эпоха представительной демократии может снова уступить в значительной мере непосредственной демократии. Демократии, которая осуществляется путем непосредственного голосования через сеть, не только по вопросам политическим, но и по самым разным вопросам. Я очень долго ждала все эти годы, что в конце концов хоть один чиновник в государстве или в муниципалитете приступит к реализации этих конституционных норм. Он окажет содействие гражданину, покажет механизм реализации его власти непосредственно, разработает механизмы, в данный момент предложит какую-то форму, чтобы гражданин имел право самостоятельно, непосредственно осуществлять свою власть. То есть есть момент, в который гражданин передает свои права муниципалитету или государственным структурам и государственным служащим, но есть еще право гражданина, когда он имеет право сам сделать эту заявку. И что необходимо в государстве для того, чтобы гражданин был самодостаточным. У нас почему-то уже который год подряд все, так сказать, руководство берет курс на то, чтобы бороться с бедностью, бороться с бедностью, давайте борьба с бедностью. О какой бедности может идти речь в таком великом государстве, как в нашем? О какой бедности вообще может идти речь? Это даже стыдно слышать из уст лидеров государства, что тут какая-то может присутствовать бедность. Здесь может присутствовать, будем говорить, мошенничество и воровство в очень больших размерах. Да, это может присутствовать, и об этом надо говорить. Но о бедности здесь речи быть не может. Это самый богатый народ, самого богатого государства на сегодняшний день просто не может быть по принципу нищим. Другой вопрос, что эти механизмы сегодня не действуют во исполнении этого статуса гражданина. Потому что этот статус гражданина сегодня не признан, не заявлен, и механизм реализации этого права на сегодняшний день отсутствует. Грядет эпоха возвращения в известной степени от представительной демократии к демократии непосредственной, прямой, при помощи интернета. Вот мы все привыкли к тому, что классически, я еще когда в университете учился, мы рассматривали так называемую представительную демократию как высшую форму демократии. Потому что есть депутаты, вот они здесь сидят, они представляют волю народа, они грамотные люди, действительно мотивированные на депутатский труд. Но народ, он же не очень опытный, значит, и когда демократия осуществляется прямо и непосредственно, как во времена Вечи, значит, проходят самые абсурдные решения. Поэтому представительная демократия лучше всего, но это устаревшее представление. С учетом того, какой уровень образования у наших граждан и вообще в мире теперь, я абсолютно уверен, что элементы прямой демократии, не только обсуждения животрепещущих вопросов, не только социологии, не только просто дискуссии в блогах, а именно прямой демократии, они будут появляться в нашей жизни. Это, конечно, будет зависеть от того, насколько точно будет верифицироваться воля, ну, вплоть до элементарного электронного голосования. Но это достижимо, это сегодня уже можно делать, а что говорить о будущем. Поэтому я уверен, что в будущем, и политикам нужно к этому готовиться, вот такого рода демократические институты, их количество будет увеличиваться. А это усложняет работу политиков. Потому что одно дело просто так мозги пудрить, а другое дело, когда это связано с прямым волеизъявлением избирателей. Лариса Николаевна рассказала бейчанам о некоторых статьях Конституции, которые, по ее мнению, совершенно не используются. Статус гражданина столь высок, что на сегодняшний день должностным лицам уже, так сказать, пора проходить курсы переквалификации в связи с тем, что этой нормой права, к сожалению, они просто не владеют. В аудиториях мы спрашиваем должностных лиц, встречаемся с ними, кто читал Конституцию Российской Федерации. Вы знаете, к великому стыду, ну дай бог, 1-2% в зале присутствующих читали Конституцию Российской Федерации. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также опосредственные структуры власти, органы государственной власти, органы местного самоправления. То есть в данный момент я посмотрела все уставы муниципальных образований, не нашла ни в одном уставе, более 18 тысяч уставов муниципальных образований я посмотрела. Я не увидела там ни одного механизма реализации гражданином своей власти непосредственного. Вот через органы государственной власти, органы местного самоправления, да, все подробненько, там такие-то квоты, такие-то сроки, такие-то временные рамки, такие-то права, такая ответственность. А вот что гражданин, как носитель суверенитета власти, имеет право осуществлять свою власть непосредственно, и каким образом гражданин имеет полные все механизмы, значит, для осуществления не просто теоретических каких-то позывов на это, а именно механизмов реализации всего этого права, я не нашла ни в одном уставе муниципального образования. К сожалению, да, вы знаете, это не моя проблема гражданина, что у вас нет до сих пор, но раз у вас нет до сих пор механизма, это свидетельствует о вашей профнепригодности. Ребят, слагайте с себя полномочия, снимайте мантии, всем спасибо, все свободны. Бедствуйте и нищать народ за их полную профнепригодность, но больше их просто-напросто не намерят. А значит, если гражданин наделен такими полномочиями, механизмов государственной реализации его власти непосредственно должны быть. Если гражданин принимает решение, что он сам желает распорядиться, значит, всеми своими финансовыми ресурсами на обеспечение своего качества жизни, эти механизмы должны быть ему предоставлены. Посредники, которые на сегодняшний день себя не оправдали, это госчиновники и чиновники, будем говорить, среднего уровня и низкого звена, так сказать, ничем, кроме воровством казны и воровством, значит, уничижения самого статуса гражданина больше не занимаются. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...